Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня четверг, 15 марта. В эфире программа Бацан и Попов. Я, Игорь, посмотрел. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Я перед выходом посмотрел архив. Это, оказывается, наша 30-я юбилейная программа. Ну, не юбилейная. Когда будет 50-я, тогда будет юбилейная. А будет ли? Да, да. Ну, не знаю. Посмотрим. Поживем, увидим. Я скажу телезрителям, что все программы до сих пор мы делали не только бесплатно, но и в прямом эфире. А вот это наш первый эксперимент. Мы записываем передачу ровно за два часа. У нас с Игорем важное мероприятие сегодня вечером. Так что во время прямого эфира, если кто-то нас увидит в городе, не удивляйтесь. Передача сейчас у нас 5.45. Записываем. Но вы ее будете смотреть через два часа, Игорь. Мы на 8 марта не выходили. Поэтому давай посмотрим, что у нас было за прошлую и за предыдущую неделю. Главные события, на твой взгляд. На самом деле, несколько очень важных событий. И связаны они с инициативами, которые так и льются, как из рога изобилия правящей партии. Решение Центральной избирательной комиссии по выборам в муниципиях Кишинео и Бельце. Отказ регистрации инициативной группы по изменению избирательного кодекса. Также интересные события. Это созыв господином Дадоном Совета безопасности и обсуждение важных, очень важных проблем. Что еще? Ну, нажмевшая отставка министра юстиции после двух месяцев. Да, это важное событие, которое имело место быть. Я думаю, для нашей передачи это вполне достаточно. Я скажу телезрителям, видите, как все гладко прошло, потому что в этот раз, дорогие телезрители, нам удалось Игорем обговорить. Я заехал на машине за Игорем на работу и по дороге на запись программы «20 минут» мы обговорили главные темы. Начнем с Центральной избирательной комиссии. Заседание было в понедельник, по-моему, или во вторник, когда оно было? Ну, три дня назад было заседание, и две главные темы. Первая, все-таки ЦИК, вопреки определенным опасениям, которые мы озвучивали и в нашей студии в предыдущих программах, все-таки приняло решение о том, чтобы выборы в Кишиневе и в Бельцах проводились по закону 20 мая. И второе решение – отказать повторно инициативной группе в регистрации этой группы и, в общем, зарубить по второму разу, похоже, уже окончательно, идею о проведении референдума об отмене смешанной системы. Ну, давай, с чего? Ну, давайте начнем с выборов. Да, выборы состоятся так, как предусмотрено статьей 150 избирательного кодекса. Было очень много спекуляций по этому поводу. Мы здесь, в этой студии, говорили о том, что если демократической партии будет невыгоден сам процесс проведения вот этих выборов, они как-то попытаются найти аргументы для того, чтобы выборы не состоялись. К счастью, надо сказать, к чести Центральной избирательной комиссии, выборы состоятся. А проблема финансирования выборов, она якобы была решена. Так что закон, нормы закона соблюдены. Мы можем, как граждане Республики Молдова, быть уверены, что все-таки законодательство, вот оно как-то соблюдается. И мы пропустили, мы не осветили инициативу лидера Демпартии о том, чтобы, дабы избежать победы неугодных пророссийских социалистов, надо поддержать единого кандидата правых проевропейских сил. Ты помнишь, две недели назад Влад Плохотнюк озвучил эту идею. И предсказуемо абсолютно, и я думаю, не думаю, уверен, он знал прекрасно, что именно такая будет реакция. И Майя Санду, и Андрей Настасьев категорически отмежевались от этого предложения, сказав, что это новое отравленное яблоко. И мы помним, как нас поддержали в кавычках в президентской кампании. Да, действительно, меня поразило, что Демократическая партия, у которой столько ресурсов, как бы повторяется. Потому что разница между тем, что произошло в октябре 2016 года, и тем, что произошло неделю назад, практически нет никакой разницы. Разве что в октябре 2016 года рядом с господином Плохотняком был Мариан Лупо. Вот и вся разница. А Месседж тот же самый. Мы сами участвовать не будем, но рады поддержать общую кандидатуру проевропейских сил, для того, чтобы не допустить, чтобы столицу Республики Малого попала в руки. Я смотрел в тот день новостные выпуски одного из каналов близких, скажем так, мягко, партии социалистов. Они очень большой акцент поставили на это предложение Влада Плохотнюка. Но о том, о реакции Майя Санду и Андрея Настасья, что это категорически не принимается, предпочли в тот вечер умолчать. И давай поговорим откровенно за этой мишурой, за этим спектаклем. Ну, Влад Плохотнюк и его советники прекрасно знали, что неприемлемая инициатива и что ни Майя Санду, ни Андрея Настасья изначально по умолчанию принять ее не могут. То есть они играли на их реакцию. Зачем это было сделано? Зачем это предложение было сделано? И какая игра здесь у Демпартии силы политической, у которых, несмотря на невысокий, но, говорят, растущий немного рейтинг, больше всего ресурсов? Я так полагаю, что Демократическая партия давно определилась. Партия поддержит, скорее всего, кандидатуру Сильвии Раду. Мы это видим по той поддержке медийной, которую госпожа Раду получает от медиахолдинга. Ее, скажем так, поведение, вот человека, который знает, как управлять городом, такой очень сильный менеджер, который за что не берется, все у нее получается. Поэтому я так полагаю, что их стратегия совершенно простая, очевидная. На словах не выдвигать собственного кандидата, поддержать, скорее всего, Сильвию Раду, а для того, чтобы обезопасить себя, потому что, ну, господин Плохотник отметил, что у них есть замеры социологические, которые показывают, что вероятность победы кандидата-социалистов очень высокая. Здесь напрашивается первый вопрос. Господин Плохотник, если вы предлагаете нечто, то сначала, пожалуйста, огласите результаты вашего социологического исследования, чтобы мы убедились, действительно, что, ну, граждане, чтобы убедились, что действительно, как он выразился, существует опасность того, что социалисты победят. Это первый и самый... Но он скажет, вспомните, на передаче ТВ-8 Бацан и Попов, многоуважаемый и абсолютно опытный эксперт Игорь Бацан, рискнул даже поспорить, что победит кандидат-социалистов. Зачем вам соцопросы, господа? Нет, ну, никто же не тянул Владимира Георгиевича за язык. Господи, прости, я просто у нас не было времени эту тему обсудить. Я тогда очень уверенно с тобой поспорил, что если у правых сил будет единый... Ну, у правых сил, скажем так, правых мы их условно называем, если есть три силы, социалисты, партия власти и то, что называется антиолигархической проевропейской оппозиции. Условно говоря, если у Майи Санду и Андрея Настасья будет один общий кандидат, и я уточнил, если они его будут активно вместе сообща поддерживать, я предположил, что он победит. Теперь я хочу сделать уточнение. Судя по всему, шансы на то, что у правых сил, у Майи Санду и у Андрея Настасья их партии будет по-настоящему общий кандидат, и они его будут совместно продвигать так, как они продвигали Майю Санду на президентских выборов, таких шансов все меньше и меньше. Это пауза двусмысленная, которую взяла Майя Санду, но нехороший звоночек. Уже очевидно, что даже если она поддержит это большой знак вопроса, но уже люди чувствуют, что эта поддержка как бы вымученная будет. Но и это еще не факт, что партия действия «Солидарность» действительно поддержит Андрея Настасья. Да, потому я вернусь к тому, что я начал развивать. Действительно, я думаю, что у них есть замеры, у демократов. Они понимают, что деваться некуда. Они понимают, что шансы для социалистов победить на вот эти новые выборы достаточно высокие. Поэтому для того, чтобы себя обезопасить, они бросили вот этот клич «Давайте объединимся все, потому что иначе победит кандидат социалистов». То есть, с одной стороны, это как бы они стелят себе соломку, потому что действительно вероятность победы социалистов очень высокая. А с другой стороны, я так полагаю, что Сильвия Раду будет независимым кандидатом. Независимым в том смысле, что... В кавычках. В кавычках, да. Ее поддержат очень сильно. И она, скажем так, сделает очень громкую заявку на достаточно высокий результат. Я продолжаю думать, что отставка Дарина Киртуака была неожиданностью, как и отставка Усатова для власти. Но власть перегруппировалась и пытается выжить из ситуации максимальную выгоду. Согласен. И здесь для них две возможности. Первая. Серьезно рассорить правую оппозицию. Да. И не похоронить окончательно, но поставить под большой знак вопроса перспективу создания общего блока между Майей Санду и Настасей, если у них не получится все-таки выдвинуть общего кандидата. Это первая задача. И идеально вообще, чтобы кандидат правых не прошел во второй тур. А социологически это возможно. В условиях, когда вот уже кандидат либералов, либеральной партии Валерий Мунтиан, он очень яркий, полемист, хорошо разбирается в администрации, очень такой, но он и политик, и в принципе владеет фактурой хозяйственной. Я следил за его работой в качестве министра экологии. Будучи не согласным с его идеологической позицией, только у Нире, нужно отдать должное, что он очень доступно объясняет профессиональные административные вещи. Я считаю, что он кандидат серьезный. Без шансов на победу, но с шансами набрать определенный результат, не берусь говорить, несколько процентов точно. Так вот, эти несколько процентов он будет отбирать у того же Андрея Анастасии, и если Майя Сандул и Деникандидата, у правых. То есть правых будет много, и я думаю, что в этих условиях есть реальный риск. Я думаю, это и ставка, и задача максимальная на этом этапе Демпартии, чтобы правые вообще не прошли во второй тур, и это будет серьезный удар, потому что правые говорят, давайте создаем волну, с Кишинева начнем возвращение. А тут, если не попадать во второй тур, это очень серьезно. И вторая тема, я думаю, Сильвия Радут, ты абсолютно прав. Но мы видим, что с самого назначения ее в очень сомнительных условиях 6 ноября, и мандат ее по тому же указу Нистра Грозава должен был истечь в момент, когда прекратился мандат, истек мандат Дарина Киртуака, то есть сейчас ее статус легально очень сомнительный. Но медийная полнейшая поддержка, по-моему, ни одного выпуска новостей. Я думаю, каждый второй божий день по 4-5 главным каналам холдинга Демпартии ее показывают как позитивного человека, как маму, лидера, администратора, жесткого, продвигающего дисциплину, выдвигающего проекты с таким глазом, который замечает, где что покрасить, где что почистить, где установить светофор, где расчистить завалы. Очень технологично, скажем так. Ее продвигают очень технологично. Андрей, здесь действительно, я так полагаю, что, я бы не назвал это стратегией, но точку зрения Дарина Киртуака, которую он озвучил, он сказал простую вещь. Ну, как сейчас мы от проевропейских сил обозначим общего кандидата? Это сложно, нет времени, поэтому все, кто способен собраться и выдвинуть кандидатуру, пусть участвуют. Статистика показывает, что социалисты не могут выиграть с первого тура, так полагает господин Киртуака. А ты согласен с ним, что они не могут выиграть с первого тура в Кишиневе? Я не уверен, что они не могут с первого тура победить, но поэтому я говорю, что Владимир Георгиевич, когда озвучил свой призыв, было бы очень хорошо с его стороны, для того, чтобы выглядеть более убедительно, все-таки озвучить результаты замеров социологических здесь в Кишиневе. То есть ты сам понимаешь, признаешь, что это был просто пиаровский ход, сигнализируешь, что идешь влево, чтобы пойти в право. Никто в Демпартии реально поддерживать, простите, пожалуйста, поддерживать Майю Санду, Настаси, не на этих выборов, ни на следующих не собирается. А кого поддерживает Демпартия, сейчас очевидно, для них очень аппетитный сценарий поддержать, сделать так, чтобы Сильвераду как можно больше поднялась, и есть, бесспорно, позитивный рост в ее рейтинге, и чтобы она прошла во второй тур. И то, что сейчас говорит Дорин Киртуака, давайте все пустимся и выплывет сильнейший, но если все на правом фланге пустятся в эту компанию, и если Майя Санду, повторюсь, не поддержит Настаси, а пойдет сама или кого-то поддержит, но это неплохой шаг в плане того, чтобы никто из проевропейских правок не прошел во второй тур, и второй тур состоялся между Сильвией Раду и Иваном Чебаном, или другим кандидатом в партии социалистов. На выборах во втором туре, скажем так, антиолигархический электрод просто не явится, и это будет подспорьем для социалистов. Такой сценарий возможен, вполне возможен, но мы с тобой видим, что нет для антиолигархов общего знаменателя для того, чтобы они обозначили единого кандидата. Ну, раз нет, значит, они пустятся в эту... Почему ты говоришь «нету» для... Потому что ты отметил, правильно отметил, что господин Монтьянов, Валерий Монтьянов, это, скажем так, человек, который хорошо поддерживает язык, он администратор неплохой, он был мэром в... Уточни, Игорь, чтобы мы не шли. Я говорю об антиолигархических и проевропейских силах. Я не склонен причислять к этим силам либеральную партию, которая до прошлого года была в тесном альянсе с олигархическими, как говорят, силами. Я говорю конкретно о возможности воссоздания той волны, которая получилась у проевропейских антиолигархических сил, в президентскую компанию. А здесь два игрока, Майя Сандо и Андрея Анастасия, вот между ними может... Я не знаю, Андрей. Я тоже не знаю, да. Мне кажется, что они уже упустили. Хороший старт они упустили. Поэтому надо признать, что мы знаем, что господин Анастасия объявил о том, что невзирая ни на что он будет участвовать, господин Валерий Монтьянов объявил о том, что он будет участвовать. Скорее всего, Майя, извините, Сильвераду очень скоро объявит о том, что она очень быстро соберет 10 тысяч подписей для того, чтобы зарегистрироваться в качестве независимого... Нет сомнений, да. Да, это будет... Она собрала 10 тысяч подписей на... Сколько? 10 тысяч нужно было? Или 20? На президентскую, да? Да, президентскую. А за нее поголосовало 5 тысяч, помнишь? Да, да. Ну, сейчас другая ситуация. Другая, совершенно другая ситуация. У нас 3 минуты до рекламы. Нам, видимо, не удастся открыть вторую тему отказа инициативной группы по референу. Давай закроем тему выборов мэра. Во-первых, напомним телезрителям еще раз, о чем речь. Речь идет о мандате мэра, который будет... Длиться всего лишь год. Длиться год. В июне 2019 года, когда по всей стране снова пройдут... Всеобщие. Всеобщие местные выборы, снова будет избираться мэр Кишнева. То есть первый элемент, господатели, зрители, товарищи, друзья, чтобы запомнить, мэр выбирается на один год. Второе. Обычно, когда проходят всеобщие местные выборы, выбирается не только мэр, но и муниципальный совет. В этом случае советники те же. И состав нынешнего совета из 51 советников настолько фрагментарен, настолько пестрый он. 19 социалистов, 17 формально либералов, 6 партий Олянка. Было даже трое коммунистов, но на этой неделе коммунисты решили официально распустить свою фракцию в муниципальном совете, потому что они видели, что их советники голосуют совсем не так, как говорит партия. Они голосуют так, как говорят другие влиятельные товарищи. Ну и там еще у партии Рената Усатова трое депутатов и советников. В общем, этот весь совет, вот сейчас парадоксальным образом он работает, Игорь. Он принял в декабре бюджет, в декабре 4 миллиарда 100 миллионов лей. Вот эти все разные советники, которые на телевизионных каналах между собой ругаются, хотел сказать другое слово. Они там работают. И у меня впечатление, что этот совет может запустить и сделать его функциональным, пока одна сила, один человек, Влад Плохотнюк. И вот мэр, который будет избираться, в этом совете у него не будет никого. И третье, конечно же, сейчас есть полное взаимодействие центральной власти, правительства и Сильвераду, полная помощь. И есть полнейшая, тотальная медийная поддержка действий Сильверады. Так вот, кто изберется мэром, если это будет не Сильвераду, и тем более, если будет кандидат, который власти не угоден и будет избран вопреки власти, так для этого кандидата будет очень темно и организовано. Советники будут против него, претры будут против него, медийное освещение будет против него, власть будет против него. То есть это, ох, незавидная сейчас ноша на год избираться мэром. Ну, Андрей, если победит кандидат-социалист, то его ситуация не такая плачевная будет, потому что у них большие ожидания касательно парламентских выборов, и поэтому для них это будет подспорье на самом деле. Да, то есть и они хорошо датированы, у них в том смысле, что оснащены. У них мощный медиахолдинг, который будет пережевывать и объяснять гражданам деликатные аспекты, о которых ты только что упоминал. То есть, надо сказать, что их электорат достаточно хорошо, скажем так, информирован. Так что, если победит кандидат-социалист, это не будет для социалистов катастрофой, наоборот, это будет подспорье. А вот если победит, например, Валерий Монтяну или кто-то от антиолигархических сил, то там будут проблемы. А ты что допускаешь? Вот ты говоришь, что победит Валерий Монтяну. Ты допускаешь, что Монтяну может набрать, ты не назвал Настаси, что Настаси может набрать меньше, чем Монтяну в этих выборах? Ну, я исхожу из того, что все-таки господин Монтяну человек очень хорошо подкованный, у него очень хорошо подвешенный язык, у него хорошее юридическое образование, у него административный... Не лучше, чем у Киртуаки. Ну, не лучше, 100%, потому что Киртуак очень талантливый человек. Но Валерию, надо признать, господин Монтяну человек очень хорошо подкованный. Да, я помню, ты ввел с ним в мою отсутствие в ноябре программу здесь. Игорь, нам, к сожалению, не удастся поставить вональные точки и продолжить наши споры. Надо уходить на рекламу, но она будет очень короткая. Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, мы вернулись в наш... В этом случае исключительном не прямой эфир. Запись происходит за 2 часа до выпуска программы. В отличие от всех предыдущих 29 выпусков нашей программы мы не смогли сегодня обеспечить прямой эфир. Но разговор такой же непосредственный, живой. Игорь, мы обсудили тему выборов мэра Кишинева, о Бельцах даже не заговорили, и вряд ли сейчас удастся эту тему раскрыть. Давай поговорим по решению Центральной Депрессионной комиссии отказать, повторно отказать, инициативной группе в регистрации ее для проведения референдума об отмене смешанной системы. Ты смотрел заседание? Да, я смотрел заседание. Какие у тебя ассоциации, выводы? На самом деле, я считаю, что решение Центральной избирательной комиссии не соответствует, скажем так, ожиданиям и граждан, и тому уровню, который Центральная избирательная комиссия за долгие годы своего функционирования, скажем так, приучила нас к очень высокому уровню аргументации. Мне показалось, что аргументы Центральной избирательной комиссии просто не выдерживают критики. Там было несколько аргументов о том, что есть рекомендации Венецианской комиссии, которые говорят о том, что за год до выборов не надо трогать избирательную систему. Это правильно, но эта интерпретация неуместна. Потому что мы использовали пропорциональную систему на протяжении последних почти 25 лет. То есть это та система... С 1994 года? Да, с 1994 года. То есть граждане привыкли к этой системе, политические партии привыкли к этой системе, избирательные органы привыкли к этой системе. То есть если аннулировать смешанную систему, то мы возвращаемся в нормальную ОЛОН. То есть этот аргумент здесь просто неприменим. А извини, добавлю здесь. Мне показалось интересным, что это главный аргумент был Центральной избирательной комиссии. Почему нельзя проводить ретерендум? Потому что если даже он получится, то как же так, выборы менее чем через год и код хороших практик ОБСЕ Венецианской комиссии не позволяет менять. Но ведь главная рекомендация Венецианской комиссии было не кушайте этот омлет, не меняйте систему. И до сих пор остается. И до сих пор европейские структуры говорят, но мы ждем от молдавских властей, чтобы они все-таки отдумались и отменили эту систему. То есть здесь как-то несутоковка. Конечно, с этой точки зрения, они вот, знаете, как говорят, я не юрист, но иногда цитирую юристов. Когда имеет место интерпретация какого-то закона или нормы, надо учитывать как букву закона, так и дух закона. То есть они, вообще говоря, букву этой нормы, которые исходят от Венецианской комиссии, они как бы соблюдают. А дух вот они игнорируют. Игорь, прости, пожалуйста, вот как-то ты очень критически про Центральную избирательную комиссию. У меня очень много вопросов вызвало это заседание. Но хочу сказать другое. Я две недели назад пересекся с Алиной Руссу, председателем Центра избиркома. И она, ну, как-то упрекнулась, сказали, вот вы журналисты, эксперты, комментируйте, но не всегда ссылаетесь на первоисточника. Кто-то говорит, что меня приглашают, но меня не приглашают. Я с удовольствием бы готова была с вами пообщаться. Здесь я две темы. Позавчера Наталья Мораль организовала дебаты и пригласила туда и участников инициативной группы Штефан Глигер, и представителей руководства Центральной избирательной комиссии, но тогда Алина Руссу не смогла прийти. То же самое пригласила Демпартию, Сергея Сырову, тоже не смогли прийти. Вот у меня, опять же, предложение в прямом эфире. Мне было бы очень интересно госпожа Руссу, учитывая то, что по основам работы Центральной избирательной комиссии, что касается доверия к этому независимому органу, я вам честно скажу, с уважением к вам, у меня после просмотра на большей части заседания укрепились сомнения и вопросы. Правда. Вот будьте любезны, это важный институт государства, ему нужно доверять. Согласитесь прийти в нашу студию, вот на следующую программу даже, да, Дом на русском, будет на румынском языке, и вот вместе с Игорем Бацаном аргументированно поговорим, потому что сейчас, Игорь, мне очень не нравится ситуация, знаешь, когда у нас однобокость освещения. И я вижу инициаторы в этой группе, вот Штефан Глигер, Валерий Паша, самые яркие и известные представители, и я вижу на других телевидениях, об их инициативе обсуждается в негативном формате, но без них. Их туда не приглашают. Но когда вот сюда, в эту студию приглашают и одних, и других, другие не приходят. Вот было бы очень правильно, чтобы у нас была платформа, где представители разных точек зрения по данному и по другим вопросам могли бы общаться и аргументированно на виду телезрителей, выносить на суд телезрителей свои аргументы. Я считаю, что в данном случае большой минус самой демократической системе. И доверяют Центральной избирательной комиссии то, как проходил процесс и качество этих аргументов. Да, Андрей, я бы добавил только, что демократы, которые якобы боролись с режимом Воронина, вот они сейчас делают хуже, чем имело место быть, когда у власти была партия коммунистов. У них медиахолдинг, который контролирует там, я не знаю, практически монопольно контролирует медийный рынок. Поэтому им для того, чтобы исказить ситуацию, вот они поступают таким образом. Сами не приходят на дебаты, где есть возможность иметь веер, скажем так, точек зрения. А на своих телеканалах они проводят очень строго линию, которая им выгодна, искажая аргументы, искажая подходы и так далее, и тому подобное. Это очень печальный факт, о котором мы должны упоминать, для того, чтобы телезрители понимали, что, к сожалению, те, которые клянутся, что ведут Республику Молдова на Европейский Союз, вот на самом деле поступают таким образом. И в этом плане надо отметить декларацию посла Соединенных Штатов на той неделе на конференции, который сказал то, о чем мы постоянно говорим. Масс-медиа остается монополизированный, рынок адвертайзинга, то есть реклама остается монополизированным, и мы вспоминаем, что 2016 год, год, когда Демократическая партия взяла в свои руки власть, и они выпустили так называемый файл-депаркурс... Дорожную карту. Да, дорожную карту. Там первые пункты, они обещали Европейскому Союзу, что ради того, чтобы добиться начала рефинансирования, финансирования Республики Молдова, это была их инициатива. Игорь, раз мы говорим, я думаю, в принципе, главное мы сказали про отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации инициативной группы про проведение референдума, об отмене смешанной системы, я не верю в аргументированность этого решения, простите. Но здесь другое. Не верю и не верю. Там стулья убрали из зала половину, запустили сотрудников Центральной избирательной комиссии, чтобы массовку создать полиции, осудили микрофон, и там отключали интернет. В общем, недостойно, мне кажется, с точки зрения процедуры, неуважительное отношение проявили. Но ждем виновников, пусть придут сюда и подискутируем. Но вот здесь на тему плюрализма разных точек зрения я хочу связаться с следующим. Была конференция три недели назад, организованная Атлантическим Советом, противоречивая, критиковали, хвалили. Я хочу сказать, что я был на этой конференции, и мне очень запомнился доклад, выступление одного из американских экспертов Майкла Карпендера. Он говорил так, вы знаете, конечно, внешне провоканда это серьезно. Я думаю, что телезрители и те, кто скучают по российским новостям и ток-шоу, которые вводят враж своей энергетикой и противостоянием и фейковыми альтернативными мнениями. Вы знаете, там вот есть американец, поляк, украинец. Они получают зарплату, и играют роль, искажая оппозицию. Но не важно. Важно то, что, я думаю, все согласятся, что перекос очень серьезный в том, как освещаются мировые события в Молдове. Но, что интересно, вот специалисты говорят так, что главным фактором действенности пропаганды внешней это насколько общество в странах является зрелыми, насколько они привыкли обсуждать, дискутировать, не слепо следовать манипуляциям, а слушать разные точки зрения. Так вот, господа европейцы, демократы, смотрю в камеру и думаю о конкретных вас, в том числе о тех, кто искренне верит, что цель оправдывает средства, и такими методами надо Молдову привести в Европейский Союз. Друзья, вы делаете манерой своей, не давая альтернативных точек зрения, этими списками, кого можно, кого нельзя приглашать, и постоянно, каждый вечер организовывая междусобойщики, на которых только люди одной точки зрения. Вы делаете медвежью услугу, потому что вы привычаете общество не думать. Зомбирование происходит, и вот такому обществу намного легче поддаться на различные фальшивые новости и внешнюю пропаганду. Андрей, я с тобой полностью согласен, но вряд ли они будут внимательны нашим уговорам и поступать правильно, потому что на кону власть. Эта партия демократическая, мы знаем в каком составе она, скажем так, сумела попасть в парламент, и какое у нее сейчас представительство, мы знаем, какие методы она использовала. Поэтому обращаться к Волку больше не есть мясо, а есть травку, мне кажется... Волк говорит о том, что он вегетарианец, о том, что они главные защитники европейского курса. Так вот, европейские ценности, они проявляются не, повторюсь, не громкостью, о которых вы о них кричите, или не поисками, пятой колонны и российских шпионов и борьбой с российской пропагандой, а проявляются ежедневно в практике, как вы себя ведете. Вот я хочу сказать, что я лично не раз приглашал, посылал приглашение на программу, которую вел представителем Демпартии. Знаю, видел это дело Наталья Мораль. Но вот за более чем восемь месяцев с тех пор, как в конце июня 2017 года открылся этот независимый реальный канал, ни одного, ни одного члена Демократической партии, ни одного депутата на этом канале не было. Они говорят от имени народа, продвигают инициативу в интересах народа, но почему-то вживую, по крайней мере на нашем канале и на другом канале, журнал ТВ, отказываются об этом говорить. Потому что у них есть медиахолдинг. Андрей, если их просит Венецианская комиссия, Европейская комиссия просит не делать определенные вещи, и они делают то, что им выгодно, откуда у нас могут быть ожидания, что они будут внимать нашим уговором и изменить свое поведение? Это не уговором здесь даже. Ну, я не знаю, в нашем, скажем так, открытым доброжелательным посылом. Ну, вот такая ситуация. Ладно, не верю я, не верю вам, друзья, что... Я верю, что вы не хотите в Евразийский союз, верю, что многие из вас сошли мосты и не хотите, и искренне верите, что наше будущее в Европейском союзе. Но то, как вы это делаете, и это выходка депутата-социалиста Сергея Сырбу, обозвавшего настолько развязано и по-хамски представителя гражданского общества, который тоже активно себя там вел, Штефан Глигер, мы его знаем, но такая развязанность, ну, просто, ну, это показывает люди хозяева жизни, а вы, холопы, что вы хотите? Ты знаешь, вот такое отношение, очень неприятно. Очень неприятно, но это означает, что они уверены, что зубами смогут вырвать победу на выборах и остаться у власти. вот Сергей Сырба, вот мы тоже пересеклись на этой конференции, ну, придите в студию, будет один на один, Наталья Морарь, я, вы, почему, или вот к нам в передачу, Бацан и Попов, давайте аргументированно поговорим, что же такое вот, 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 вот так сидеть, просите, а ну, клоун, выходи отсюда, простите, друзья, просто мне, это можно, а вот прийти по спокойному, аргументами, извините, господатели зрителей, за имитацию, но это было просто, ну, ни в какие рамки такое победительство. так называемые эксперты демократической партии, публично говорят экспертам Венецианской комиссии, вы безграмотные, приходите к нам, мы вас обручим конституционному праву, ну, о чем мы говорим, Андрей, это, наверное, мы заслужили, наше общество заслужило, такое экспертное сообщество, таких депутатов и представителей власти, они ведут себя, действительно, как хозяева жизни. Ты знаешь, ну, с другой стороны, нужно, я все больше людей вижу, которые опускают руки и говорят, что нет, бороться мы не будем, займемся личной жизнью, подготовим почву, уедем из этой страны, задача ответственных родителей сделать так, чтобы, если не они, то хотя бы дети жили, и поэтому готовим детей, чтобы они уехали, учились и жили, и работали, и обзаводились семьями за границей, вот, люди, которые перестают верить, действительно, что у Молдовы есть перспективы, есть будущее, что здесь заработает, когда-то... Конечно, Андрей, есть, я думаю, члены демократической партии, правящей, станут сталкерами. С кем? Сталкерами. 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 Сталкерами такое. Да, ну, знаменитый фильм. Да, будет спецзона. Стал Андрея Тарковского. Да, да, будет спецзона здесь, и здесь будут приходить для определенного рода туризма, им будут показывать руины и так далее, и тому подобное. Вот к этому все идет. Надо это понимать. Нет, ну, мы правда, Игорь, теряем страну. Теряем, да. Ну, Андрей, не надо так пессимистично, потому что Владимир Георгиевич обещал гражданам, что в каждом населенном пункте вот он построит 700 метров дороги, асфальтированной, хорошей. Так что есть надежда. Вот эти 700 метров дороги от Примарии до, скажем так, до дома Примара можно будет асфальтировать. Слабоватая инициатива. Вот Примар Аргеева обещает бесплатный общественный транспорт, социальные продукты, уже идут магазины работают, освещение. Почему бы не взяться так по-глобальному всю страну? Ну, видимо, господин Шор более сильный хозяйственник, чем господин Плохотнюк, потому что, ну, если Шор обещает обновить город Аргеев, Владимир Георгиевич Плохотнюк обещает по 700 метров дороги в сельской местности. Я думаю, здесь он, здесь он уступил инициативу господину Шору. Ладно, давай вот здесь у нас мало времени остается. Мы прервемся на, опять же, короткую рекламу и продолжим вот с этого следующую заключительную часть. Оставайтесь с нами. Друзья, вот мы и вернулись в нашу третью заключительную часть программы Бацан и Попов. Игорь, на чем мы остановились? Мы остановились на инициативе, скажем так, наших хозяйствующих политиков. И мы сравнили хозяйственный задор и пыл мэра Аргеева господина Шора и, скажем так, увядающий, если я могу так выразиться, порыв господина Плохотнюка, который уступает. Ну, все-таки, Аргеев-Аргеев, страна-страною. Да, Андрей, лучше сделать от а до я, как говорят по-русски, красиво, определенное дело в определенном населенном пункте, чем разбрасываться такими инициативами, которые, если посмотреть, что останется в сухом остатке, а в сухом остатке останется ничего, практически то, что было до сих пор. А что, слушай, я хочу сказать, а вот я готов вот эти инициативы. Когда я слушаю 1200 дорог, за сколько должны были построить? За год? Да, за год. Андрей, я думаю, что наши телезрители должны понимать, что в Республике Молдова 1600 населенных пунктов. Эти 1600 населенных пунктов, они собраны как-то в коммуна, и у нас 900, скажем так, помарий. Мари, да. Если взять 1600 населенных пунктов и распределить 1200 километров, которые должны быть, дорог, которые должны быть обновлены, то получается, что в каждом населенном пункте вот господин Плохотнюк лично обещал, что построят или отремонтируют 700 метров дорог. Это много, мало, как ты считаешь? 700 метров, Андрей. Ну, 700 метров, это прогулка, скажем так. То есть, ты считаешь, это возможно сделать, да? За год? Андрей, это возможно, но это делали и до того, как господин Плохотнюк выступил с этой инициативой. Если мы посмотрим в государственном бюджете за прошлый год, например, и за нынешний год, мы увидим, что там уже вот деньги на ремонт местных дорог не предусмотрены бюджетом. Поэтому я не понимаю, в чем, вообще говоря, инициатива господина Плохотнюка. Просто не понимаю. Просто не понимаю. Хорошо. А что насчет этой мега, супер, спортивной, культурно-развлекательной арены в Ставченах? О, это очень интересная инициатива. Потому что, помнишь, мы с тобой обсуждали визит господина Додона в город Доху. И мы спрашивали друг друга, что там делает господин Додон. Позже, после того, как он вернулся, он нам объяснил, что там был какой-то международный конгресс. И он лично посчитал нужным побыть на этом конгрессе, потому что там, в кулуарах, он встречался с разными бизнесменами, скажем так, влиятельными людьми, которых он убеждал инвестировать в Республику Молдова в построение спортивного комплекса. Теперь, насколько я понял, социалисты очень, скажем так, недовольны, и они практически обвиняют в Демократическом партии, что замечательную идею, которую Игорь Николаевич развивал в городе Доха, Владимир Георгиевич просто у него украл, и вот таким образом, вот, да, действительно, лучше. неожиданно для меня завернул, я думал, что ты скажешь то, что вижу я, что есть элементарно популистские инициативы, и даже в этой арене, которую поставил и Влад Плохотнюк, и Адриан Канду на рекламу в соцсетях, чтобы больше людей смотрел, они вырезали там двухминутный клип из французского проекта, то есть от А до Я, от А до З, сделали копию, ну не просто копию, а просто тот же клип, продвигающий то, что телезрители видят, это то же самое, что во Франции четыре года назад продвигали как новую арену, и, насколько я понял, для французов она была дорогой. Вопрос, откуда деньги? Мне кажется, что это просто пыль в глаза, чтобы люди сказали, ну слушайте, ну раз у них такие проекты, такие планы, ну давайте, может быть, дадим им еще один шанс на выборах, но не будет этого стадиона через год, вот елки-палки, вот как-то люди должны нести ответственность, ну хотя бы элементарно, вот Адриан Канду, Владимир Плохотнюк, вот я, вот сегодня, 15 марта, вот это экспромт, я сбрею бороду и усы, и буду ходить без бороды и усы год, а вот вы, коллеги, давайте отрастите усы хотя бы на год, если ваши слова не реализуются через год, и не будет у нас этого мега-стадиона, ну зачем же, я уверен в этом, Игорь. Вы понимаете, Владимир Георгиевич вступает в соревнования то с Еланом Шором, то с Игорем Николаевичем Додоном, вот, если бы Владимир Георгиевич вышел и сказал бы, слушайте, уважаемые сограждане, в 2016 году мы прибрали к рукам всю власть в Республике Молдова. С тех пор в мире... А миллиард кто прибрал к рукам, ты знаешь? Господин Шор, так говорят, Кров говорит, что Шор, вот, для того, чтобы было понятно, вот. Если бы Владимир Георгиевич сказал бы, за два года состоялись летние Олимпийские игры и зимние Олимпийские игры, на которых наши молдавские спортсмены, ведомые министерством, возглавляемым Моникой Бабук добились наши спортсмены замечательных результатов. Поэтому я решаю, что нам нужна вот такая арена и так далее и тому подобное. Я бы понял. Вот. А так, выходит, что социалисты сейчас говорят, не-не-не, это наша идея. Игорь Николаевич побыл в ДОХе, он там эту идею развивал, и Владимир Георгиевич вот выхватил инициативу у Игоря Николаевича. То же самое с дорогами. Илан Шор строит в Аргееве непонятно из каких денег дороги, и Владимир Георгиевич появляется и говорит, нет-нет-нет, это я построю дороги. Слушай, ты так говоришь, извини, пожалуйста, но у нас есть Роман Абрамович, есть Билл Гейтс, люди-бизнесмены, которые официально миллиардные состояния, они из своих денег. Вот Абрамович построил школы на Чукотке, да, и освещение, да, свои деньги. Вот люди должны себе спрашивать, откуда вот эти госмужи обещают, и хоть кто-то делает уже, вот эти все постройки. Вот Игорь Дадон на этой неделе открыл два или три, по-моему, в Копчаке, в Бачо, и в Кангазе, не ошибаюсь, детские, спортивные площадки. Очень хорошо. Это да, это в соответствии с... Прости, и план открыть триста. Все это из фондов супруги первой леди Галины Дадон, Дин Суфлет, от души. Вопрос десятки, десятки, это бестоимость, миллионов евро. У меня вопрос, откуда деньги, кто эти деньги, как это все работает. По шору понятно, я немножко эмоциональный на сегодня, что мне не понравилось, я узнал, один уважаемый человек сказал, слушай, а ведь шор, молодец, вот он хоть делится и строит освещение, реально, Аргеев реально преображается, то есть, я понимаю, жители Аргеева, им у них есть там, помимо пальм, детских площадок, я вот видел стадион, команда, как называется команда, ну, не важно, мел сами, вот, бордюры красят, ну, вроде лучше, действительно, социальный магазин, смотри, 100 тысяч человек уже охвачены социальным магазином, ну, я, подожди, вопрос такой, ну, друзья, ну, это же не деньги, вот, не певица Жасмин с гонораров, с концертов, перечисляет своему мужу гонорары, и он из этих гонораров делится с нами, откуда деньги, почему люди элементарно не спрашивают, что это деньги, из того же, очевидно. Куда сможет министерство юстиции, разве закон о партиях предусматривает, что партии могут заниматься коммерческой деятельностью. А я выяснял, там не партия, там вывеска, вывеска, партия Шор, на этих будках и на машинках, партия Шор, в пакетиках партия Шор, а когда документы накладные, там другая частная компания, и это не партия, ну, что за... Андрей, ну, кого обманывают они? Хочу насчет обмана. Люди привыкают. Это становится нормой. Люди настолько потеряли веру, справедливость, что закрывают глаза на вещи, вопиющие в любой... Воруют, но если делятся с нами, то это хорошо. Вот если, знаешь, представь, кто-то у бабушки, есть такие, особенно раньше они были махинаторы, убеждали бабушек подписывать документы, бабушки теряли свои дома, квартиры, получали где-то там они однокомнатную квартиру, может быть, взамен своего домика или трехкомнатной квартиры, да, то есть мошенники, которые продавали, полученные незаконным путем мошенничеством у бабушки квартиры в 10 раз дороже, чем давали ей, в лучшем случае давали ей что-то. И потом на 5% из выручки они помогали бабушке соцпакета, там хлеб, там рис, макароны, ну реально обокрали эту бабушку, а выставляют как великих, великих меценатов, благотворительных. Силантропов. Вот то же самое у нас на бюджет страны законом 2016 года наложено, что мы все граждане будем в течение 25 лет возвращать 25 миллиардов лей. Послушай, 25 миллиардов лей. По 900, или в этом году 700 было, миллиард в год, вот миллиард в год, вдумайтесь, миллиард в год это 50 миллионов, вот каждый такой стадиончик в год. Вот мы с вами в прошлом году, граждане, все собрались и вернули миллиард с налогов, да, не в фонд субвенции сельского хозяйства, не в развитии детского спорта, не в повышении пенсии или зарплат учителям и врачам, а именно мы просто возвращаем в пустую, чтобы государство вернуло Национальному банку гарантию. Так вот, вместо того, чтобы заниматься возвращением украденных сотен миллионов долларов, сотен миллионов долларов по тому курсу, миллиард, с нас сейчас со всех ежегодно это такса. А мы считаем, что кто-то там, понимаешь, из каких-то непонятных денег, да из тех же, для меня очевидно, что это из тех же денег, но сворованных из госбюджета за которые мы потом сами платим. Андрей, и это считается нормой. Нормой. Есть три партии, три лидера, которые этим занимаются. Илан Шор, Игорь Дадон и Владимир Георгиевич Плохотнек. Соглашусь, это три самых таких щедрых политиков. Да, да, да. Игорь Николаевич спрашивает, ваши полномочия, ваши полномочия как президента, они предусматривают, что вы ходите с протянутой рукой по миру и просите деньги для фонда вашей жены, а потом вы, как лидер неформальных социалистов, присутствуете на открытии детских площадок и так далее и тому подобное. Он говорит, ну вот они, не запрещено законом. Подожди, подожди, извините, откуда, я, кстати, я был бы не против, Игорь, прости, ну нет, я был бы не против, чтобы Игорь Дадон и другие собирали бы деньги, но я не понимаю, откуда эти деньги, честно говоря. И хорошо, что площадки открывают, нет, 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 это нехорошо, Андрей. Во-первых, Игорь Николаевич претендует, что он является хорошим христианином. Наш спаситель прямой речью говорил, что когда вы занимаетесь благотворительностью, правая рука не должна знать, что делает левая рука, потому что большой грех делать благотворительность и хвастаться этим, делать рекламу, это большой грех. Игорь Николаевич злоупотребляет этим, и это очень нехорошо, понимаете? Во-вторых... Извини, чтобы было понятно, это тот же Игорь Николаевич, который два года назад в предыдущей компании сказал, что дом куплен по кредиту и при помощи родителей из Садова. Да, да, да. И что до сих пор он возвращает банку 5 миллионов лей. Кредит. Да, кредит. И тут же... Дарит миллион церкви. На обосновлении церкви, стадионы. Ну, неправильно это, неправильно. Это неправильно, конечно, неправильно вот это. Поэтому они не будут приходить на наши передачи, потому что мы им будем задавать вот эти вопросы. Отвечать на эти вопросы неудобно, понимаете? Потому что у них есть медиахолдинги, они позаботились о том, чтобы промывание мозгов происходило через эти медиахолдинги. А мы с тобой останемся вот такими белыми воронами, будем обращаться к нашим согражданам и телезрителям и пытаться объяснить, что к чему. Вот. Ну, такова наша участь. Вот такова наша участь. Вот. Другие интересные события, которые... Ну, подожди. Ну, здесь... Ты знаешь, я... Все-таки эта тема миллиарда, она... Люди не осознают, что такое вот этот... Осознают, они устали. Они устали. И не верят, на самом деле. Не верят, не верят. Опросы показывают, что в рейтинге проблем, которые интересуют людей, это уходит очень... Низко люди не верят в то, что кто это своровал, реально, кто эту схему устроил. Об этой схеме участвовали госинституты. А знаешь, какой эффект? Да. Это эффект, это Сергей Сырбу. Потому что Сергей Сырбу понимает, что люди устали от миллиарда, потому как хозяева жизни они могут себе позволить вести себя вот таким образом. Ну и что? Ну да, своровали миллиард. Ну и что? Мы хозяева жизни. И мы вас вот это сможем выгнать из зала заседаний. Ну выгодно это одно, но тон... Даже депутаты, я видел, Раиса Апольский и Корнеев Подневич, им было неловко за хамскость их коллеги. Не все такие, кстати. Ну, госпожа Апольский просто интеллигентная дама, которая понимает, что... Я что хочу сказать, Игорь? Я убежден, что большинство членов Денпартии, в том числе и активистов Денпартии, и членов их семей, ну, смотрят и, ну, честно говоря, им неловко за это. Так же, как, мягко говоря, неловко профессионалам в наших службах. Вот у меня традиционно очень уважительное отношение к людям в погонах. Вот есть специалисты в прокуратуре, в службе безопасности, в полиции. Вот я убежден, особенно люди среднего звена, которые еще застали времена, когда не все покупалось и продавалось. Вы же знаете, что происходит. Вы же знаете, видите, и вам стыдно. Я убежден об этом. Я тоже убежден. И я думаю, где-то это... Да, потому что, да, и, скажем так, как нормальные медики, учителя. Вот как учителя сейчас смотрят на Владимира Георгиевича, который обещал открыть школы, вот, когда они знают об на примере Цепилова. Вот что думают люди? Расскажи, Дусловно, что ты... Ну, вот Владимир Георгиевич, насколько я помню, 17 октября выступил с инициативой. Прекращаем закрывать школу. Да, прекращаем, вот открываем, открываем школу. В селе Цепилово, там, насколько я понимаю, там где-то 30 детей каждое утро собираются, садятся в автобус и добираются до хорошей школы, лицея в в Сороках. Вот. Но ради инициативы Владимира Георгиевича на родителей оказывали давление. Их пугали для того, чтобы они перестали посылать своих детей в хороший лицей в Сороках, а вот прислушались к инициативе Владимира Георгиевича. И, несмотря на очень плохие условия, на очень низкое качество образования, на отсутствие учителей в Цепилове, вот они продолжали вот будущее своих детей вот это приносить на алтарь инициативы Владимира Георгиевича. И то же самое. Мы сказали, школа, дороги, маленькие участки дороги, вот сейчас спортивный комплекс и так далее и тому подобное. И это вот нам подается вот как ты любишь выражаться как позитивчик. Я за позитивчик. И за то, чтобы не закрывались школы, и за то, чтобы открывались, ремонтировались больницы. Согласен с тобой. И тем более, что за повышение зарплаты. Был в Минске, был потрясен грандиозным спорткомплексом Минской арене. Можно, это мировые стандарты, можно такое. В Баку потрясающий центр построен для Евровидения. Но там нефть. Но, друзья, там нефть и там И там переработка. И я рад, что в селах открываются спорткомплексы. Но у меня такое впечатление, что все-таки это же деньги. Откуда деньги, понимаешь? У меня растущее подозрение, что деньги это лишь маленькая толика. Это лишь, знаешь, так, пшик для отвода глаз из того, что кто-то, а их много было, просто организованно своровал из госбюджета и потом на всех налогоплательщиков наложил задачу вернуть за 25 лет. Понимаете? Вот в чем парадокс ситуации? Я за школу, за комплекс, за дороги, за все. Я против пиара и против подкупа избирателей, конечно же. И за законность. Потому что есть специальные фонды, которые должны заниматься благотворительностью. Нечего политикам вот это связывать свою политическую деятельность с деятельностью вот этих благотворительных фондов. Если господин Дадон, скажем так, используя авторитет функции президента, собирал бы деньги, и эти деньги шли бы в независимый фонд, и этот фонд занимался бы вот этими делами, не делая ссылку на Дадона, который использует статус функции, это бы принималось, это было бы по-христиански. А может быть... А вот то, что делает Игорь Николаевич, это совершенно не по-христиански, и это противоречит прямой речи нашего спасителя Нагорной проповеди. Поэтому стыдно. А ты знаешь, в чем противоречие насчет фондов и насчет денег? Ну, есть просто... Я не... В теологию сейчас не буду уходить. Есть обещание президента бороться с незаконными коррупционными схемами, которые вымывают из губежета через повышенные тарифы, через монополии различные, через посредничные, какие-то услуги, схемы, которые работали и работают, и которые объединяют нас всех и наш бюджет. Вот если эти схемы начать прикрывать, то тогда в бюджет не нужно будет ходить, как ты говоришь, с протянутой рукой перед турецкими властями и арабскими шейхами, но этим нужно заниматься, об этом нужно хотя бы, хотя бы говорить. У президента очень много все-таки информации и есть площадка. Вот как так получается, что за весь мандат президента, ну, это фейк, что там энергокапитал они убрали, никакого отношения президента Дадон к снятию посредничной структуры энергокапитал и схемы поставок электронной энергии не имеет, это внутри Приднестровская разборка Красносельского с одной стороны и Шевчука с другой стороны, обещание кандидата на эту должность Красносельского, что он покончит с этой схемой, президент Дадон об этом не говорил и после, но есть другие схемы, о которых, ну, опять же, тот же Богдан Цирди писал, который пишет различные журналисты, у меня нет уверенности, что все они еще работают, но я бы хотел, чтобы мой президент Игорь Дадон и об этом говорил, не только боролся с унианизмом и с центром НАТО, а говорил о реальных вещах, которые действительно обеспечивают жизнеспособность государства, чтобы люди видели, что справедливость можно восстановить и есть люди, которые за нее борются. Андрей, они работают по технологиям, у них есть медиахолдинги, у них есть деньги, они добывают как-то эти деньги и используют эти деньги для того, чтобы пускать нам пыль в глаза, игнорируя высокие моральные принципы, те же христианские заповеди. я очень огорчен этим, но надо об этом говорить, надо объяснять нашим гражданам, что происходит на самом деле. Это дельцы от политики, которые используют вот такие непрямые коррупционные, избирательные коррупционные схемы, потому что, ну, что значит, господин Шор не может за месяц до выборов использовать свои социальные магазины. А между выборами, пожалуйста, он может развивать эти схемы. Чем отличается схема господина Дадона от схемы Илана Шора? Да ничем. Посмотри, во время передачи я получил ответ, я пытаюсь уже два дня дозвониться до сотрудника, с которым я сотрудничал в рамках программы народной дипломатии. Я ему написал, телефон твой не отвечает, как ты не уехал ли случайно из страны? Выходи на связь. Он мне пишет, добрый день, к сожалению, я из Молдовы уже уехал. Вот реально вот сейчас получил это сообщение и такие сообщения мы и наша сотрудница у меня в нашем институте, сейчас, может быть, не буду говорить имени, но очень опытная, подающая надежды, молодая сотрудница, ну вот сказала все, она приняла решение уезжает из страны. И я думаю, у большинства из телезрителей вот такие личные опыты еженедельно, ежемесячно случаются, надо что-то реально менять. Я же говорю, это будет страна сталькеров, это будет пораженная зона, где вот сталькеры будут водить экскурсии. Давай не так, не так письместично, сегодня 15 марта, я вспомнил, Фейсбук напомнил, что ровно два года назад я подал в отставку с позиции посла Молдовы в Вене 15 марта и подал, ушел, объявил об уходе из демократической партии. Вот слушай, прошло два года, тяжелый период, не сожалеешь ли? И дышу, живу легко, я в гармонии с собой, но наше время в этом эфире ограничено, Игорь, надо прощаться с нашими телезрителями. Уважаемые телезрители, спасибо вам за то, что были вместе с нами, пожалуйста, следите за нами, потому что вы узнаете много нового, чего вы не сможете узнать на каналах медиахолдингов, обоих медиахолдингов.